Шаббат шалом Все нужно Все дайте в карман на 6 миллионов Нам хватит всем И чтобы мне на кухне за это ничего не было Давайте помолимся Опустим наши головы Я хотел бы поговорить сегодня о очень важной теме Авинушим Ашимаем Спасибо тебе Абба За твою милость и благость За то что ты присутствуешь на каждом месте Боже спасибо что ты есть И можем обращаться к тебе Во имя Ишуа Зазарета Аминь Скажите Вот пребывая здесь В это нелегкое время В Украине Может быть в Одессе Кому из вас вообще бы хотелось бы отсюда уехать Ну да Слава Богу Что люди хотят хоть куда-то ехать Ну на ПМЖ Мы всегда на ПМЖ О чем я говорю Авраам тоже В какой-то момент его все достало В Урии Халдейском И сказал Да ну его Пойду туда Где никогда я не был Найду я ту землю Которую обещал мне Господь Да А как ее найти Что за земля И сразу вспоминаешь выражение Там хорошо Где нас нет Вот да Поэтому кто хочет уехать куда-нибудь Куда поехать Хоть бы знать куда ехать В существе А вопрос стоит в чем Внутренний вопрос в чем стоит Зачем уезжать Просто поехать в отпуск Как идите к морю Возьмите палатки Поедьте с детьми в лагерь Делайте лагерь здесь Служите Евангелизируйте То есть не сидите на месте Будете как тот еврейский народ Постоянно в перемещении Да С одной улицы на другую И благовествовать можно А все-таки сущность Зачем Что подталкивает нас Иметь такое решение Что заставляет нас В какой-то момент Подумать и сказать Да ну его Поехал я куда-нибудь В Коблево Я часто Когда ездил в Николаев Сюда читал По дороге едешь Вот через Коблево Там такая дорога страшная И там такая вывеска Если кто нормально читает Неправильно ставит ударение Как я например Читает Вина Коблева Вины Вины Будущего Мы не знаем Что завтра Может произойти с нами Из-за того Что мы не уверены В том Что происходит сейчас Мы не можем положиться И доверять Будущему Абсолютно То что прошло Уже прошло Его изменить нельзя Но как-то повлиять На будущее Поэтому Нас чаще всего Толкает страх Смотреть в будущее И неуверенность В том Что мы делаем В течение уже четырех недель Мы с вами говорили О наших отношениях С финансом Кто из вас вообще Что-нибудь Из этих проповедей И это послание Получил Саша сто процентов Получил Он самого готовил А кто вообще Получил о том О состоянии Где наши деньги В приватбанке Правильно Мне часто говорит Рэбе Вот номер Приватбанка Я понимаю Что это наши люди Куда посылают деньги И на самом деле Это самая Наверное Тяжелая Болезненная Тема Современного христианства Тема Наших финансов Как мы их распоряжаемся Что с ними делать Как их вообще Распределить Нужно Богу Эти финансы Нет Пусть его золото Серебро Все его Все недра земли И так далее Ну подобное Что ему еще надо От меня Типа Что еще надо Да Но на самом деле Всем нам нужны Финансы И каждый хочет Их достойно Потратить Правильно Мы хотим Всегда достойно Потратить Да Когда заходишь В супермаркет Или в магазин Подходишь К прилавку С мороженым И ты понимаешь Какой большой Выбор мороженого И ты подумаешь Что стоит ли Тратить на него Деньги Или нет Знаете почему Потому что Сразу с мысли Сколько там всего Искусственного Сколько оно хорошего Хотя и сладкое Но зачем оно мне надо И положил Ту копеечку В карман Это называется Сохрани финансы Да Всегда можно Как-то других По-другому Потратить Каждый раз Когда мы говорим О финансовом Богополучии Мы не можем Не говорить О реальности Нашей жизни Когда мы говорим О финансах Вы скажете Ох Опять тема О финансах Нет Постойте Это только начало Прелюдия Это моя тема Не о финансах Но на самом деле Нам нужно говорить О реальности Нашей жизни Какова реальность В чем реальность Того Где мы живем Реальность Не проста В том Что не всегда так будет И не будет так всегда Не всегда Мы контролируем Ситуации В которых мы живем И не всегда Ситуации Должны Контролировать Нас И более того Они не должны Сковывать В оцепенение Наше Решение Жить в Боге Смотреть В будущее Помните В начале Служения Сказал Что Жена Которая Боится Господа Которая Вот Как Драгоценность Которую Муж нашел Она смотрит В будущее Потому что У нее все в доме Поставлено Как нужно Она видит Своих детей Она уважает Мужа Она смотрит В будущее И смеется Община Это Обрученная С Богом Невеста Еще не жена Но она невеста Но она смотрит В будущее Потому что Она знает Чем все Закончится Каждый из нас Знает Чем Эта жизнь Закончится Но при всем этом Бог хочет Чтобы мы Имели Уверенность Когда все Вокруг нас Говорят Об ухудшении Нам Бог Обещает Быть верным И быть рядом Послушайте Весь мир Он Интегрирует У него Всегда есть Интернативы Или даже Нет интернатив Каким-то Обстоятельствам И когда у мира Нет интернативы Бог Всегда Обещает Нам Победу Если В этом Мире Люди Прогнозируют Безысходность Сегодня Что не Почитаешь Все Безысходность Как В этих Старом Старом Ювейском Анекдоте Два Еврея Едут В Нашей Маршрутке Или же В трамвае Один Читает Антисемитскую Газету А другой Шамре-Шабес И тот Кто читает Шамре-Шабес Говорит Что ты там Нашел Что ты там Читаешь А тот Кто читает Антисемитскую Газету Говорит Слушай Я читал Наши газеты В наших газетах Что ты читаешь Постоянно То погромы То евреев Бьют То их Ущемляют То у них Ничего То они Болеют Что хорошего А что ты читаешь А там интересно Мы владеем Вольницами Банками Самолетами Всем остальным Интересно Жить Становится Вы понимаете Что Всегда У нас Должна Быть Состояние Веры Бог Здесь Через Писание Говорит Нам о будущем Смотреть Будущее И радоваться Потому что У нас Есть Надежда Что Особенно В нашей Вере Вот что Особенно В нашей Вере С вами Я хочу Видеть Людей Которые Смотрят Будущее С Поднятым Лицом Смотреть На обстоятельства И говорить Что Мой Бог Способен Изменить Их Верующие В Него Не постыдиться Так Говорит Писание 1 Иоанна 2 глава 28 стих Итак Дети Пребывайте В нем Чтобы Когда Он Явится Иметь Нам Дерзновение И не Постыдиться Перед Ним Пришествии Его Кто Хочет С ним Встретиться Как Саша Говорит Ты Ты Давайте Постречаемся Как Посмотреть Ему В лицо И не Постыдиться Потому Что Чаще Всего Унылый Дух Он Сушит Кости Унылый Дух Смотрит Будущее И говорит Зачем Мне Это Надо Зачем Мне Ходить На Домашнюю Группу Зачем Посещать Больных Зачем Мне Участвовать В молодежке Зачем Мне Нужно Детское Собрание Зачем Вообще Это Лето Началось Между Против Следующую Субботу У нас Погружение Водное Погружение Так что Если Кто-то Захочет Поучаствовать Присоединиться Не к самому Водному Погружению А к событию Это Будет У нас На Лонжероне В 9 Часов Утра В 8 В 8 Уже В 8 В 8 Часов Утро А после Всего Мы Приедем Сюда И Будет Праздник Я думаю Что Это Будет Хорошее Время Амин Это Непростые Слова Это Надежда На Невозможное Я Знаю Что В течение Этой Недели Господь Мне Говорил Слова Которые Хочу Сказать Вам Местописание Смотрите Исаев 28 Глава 16 Стих Посему Так Говорит Господь Бог Вот Я Полагаю Основание На Сионе Камень Камень Испытанный Краеугольный Драгоценный Крепко Утвержденный Верующий В него Не Постыдится Если Мы Как Верующие Люди Зная Благость И Милость Божью Ходим Скучными Лицами Как Будто Не Имеющие Надежды Извините Кого Мы Тогда Верим Куда Мы Взираем На Кого Мы Уповаем Ибо Так Возлюбил Бог Мир Что Одал Сына Своего Единородного Дабы Всякий Верующий В него Не Погиб А Дальше Что Но Имел Жизнь Вечную Как Иметь Вечную Жизнь Если Ты Не Знаешь Куда Ты Идешь Зачем Это Тебе Надо Как Весело Ты Смотришь Будущее Верующий В него Не Судится Потому Что Не Уверил Во Имя Единородного Сына Божьего Друзья У Нас Уже Есть Надежда У Нас Уже Есть Упование Воля Пославшего Меня Говорит Ишуа Чтобы Всякий Видящий Сына Верующий В него Имел Жизнь Вечную И Я Воскрешу Его Последний День Вы Скажете Ребе А К чему Вы Это Говорите Наверное Солнце Жара Солнечный Удар У вас Что Вы Так На Нас На Ежаете Очень Просто Очень Просто Друзья Лето Когда Лето Жарко Жарко Не Хочется Никуда Ходить Жарко Значит Нужно Где-то В тени Посидеть Тихо Не Трогайте Меня Я Ничего Не Знаю У Нас Много Работы В этом мире У Нас Есть Много Работы Слова Писания Слова Которые Дают Которые Дают Надежду И То Что Нас Вдохновляет На Этой Неделе Несколько Дней Подряд Я Держал И Переживал Некоторые Ситуации Необъяснимую Тревогу Особенно Бывает У вас Такое Да Вы Что-то Просыпаетесь Утром И У вас Не То Что На Старение А Вы Понимаете Что-то Происходит В Духовном Мире И Ты Не Понимаешь Что Начинается Молитва Вот Настоящее Молитвенное Служение И Начинается Молитва На языках Да Потому Что Дух Знает Он Ходатайствует За нас Воздуханием Неизреченным За то Что происходит Вообще В этом Духовном Мире Да Я Приходил В офис Общался С людьми Знаете Меня Люди Начали Спрашивать Рэбе У вас Все Хорошо Со Здоровьем Вы Что Устали Может Вам Поехать В отпуск И Знаете Конечно Пытали Можно Помолиться Может Что-то Случилось Я Пытался Объяснить Свою Тревогу Людям И Таким Образом Наверное Экономическое Положение Украины Совсем Тяжело И Так Наверное Духовно В этом мире Так все Кажется Наверное Обострение На востоке На востоке Обострение У всех остальных Головная боль Как в правительстве Так и во всех Во всех Экономике Знаете Я пытался Объяснить Тревогу Различными Вариантами С собственными Трудностями Может быть Еще Какие-то Начало Может Курортного Сезона В Одессе Вот Бывает Так Начался Курортный Сезон И все Пригрузились Особенно Когда Люди Сдают Свои Квартиры И уезжают Далеко На дачу А с дачи Далеко Приехать На евангелизацию Или домашнюю группу Или еще На какие-то события Поэтому Живем Летом Все время На даче Главное Чтобы не на даче Показаний У прокурора Самое интересное Что я Не мог это Объяснить И наверное Многие из вас Когда вы переживаете Не можете Это объяснить И буквально Когда мы с Татьяной Были в четверг В Одесса Газ Мы там Оформляем Наш Новый договор О Газе И Ей пришла СМС На телефон В который Меня приглашают В суд По делу Моей соседки По квартире И эта Тревога Еще больше Обострилась Да Вас Выживают Все Немножко Успокоилось Когда Произошло Две вещи Первая Это конечно же Молитва Людей Которые Просто Молили за меня И наша молитва И вторая Это мое Общение С Будем говорить Так Не с соседкой Нет Соседка Уже отошла В вечность По этой По этой Причине И собираются С адвокатом С мирским адвокатом Поговорил с ним В какие-то моменты Я успокоился И вдруг В этот момент Я чувствую Как Господь Говорит Послушай Я твой адвокат Давай поговорим Со мной Как-то так Неловко стало В этот момент Ты понимаешь Что тебе нужно Что-то решать И вот Бог хочет Чтобы мы Имели Отношение с ним Бог Стал разговаривать Со мной И я хочу Вам передать Вот это состояние Как не бояться Завтрашнего дня Как быть Успокоенным Утвержденным Боге Когда завтра Еще не настало А сегодня Оно совсем плохо Как в этом состоянии Иметь мир Мы Любим Один псалом Мы говорим Адонай Рои Господь Пастырь Мой Кто помнит Это Я что Ни в чем Не буду нуждаться Если я ни в чем Не буду нуждаться Зачем вы просите денег Зачем вы просите Субсидии Зачем вы просите Еще что-то Если вы Ни в чем Не будете нуждаться Верим ли мы В это Глубоко Верим ли мы Я зачитаю Всего лишь Шесть Этих Прекрасных Строк Господь Пастырь 22 Псалом Я ни в чем Не буду нуждаться Он покоит Меня Злачных Пажетях Водит Меня К водам Тихим Подкрепляет Душу Мою Направляет Меня К стезе Правды Ради Имени Своего Если я пойду Долина Смертной Тени Не убою Зла Потому что Ты со мной Твой Жезл Твой Посох Они Успокаивают Меня Ты Прикотовил Придо Мною Трапезу В виде Врагов Моих Умастил Елеем Голову Мою Чаша Моя Преисполнена Так Благость И милость Твоя Досопровождает Меня Во все Дни Жизни Моей Я Пребуду В Доме Господнем Все Многие Дни Знаете Когда читаешь Этот псалом Аж Приятно Становится Очень Часто Мы Относимся К этому Псалму Давида Как Некой Молитве Против Сглаза Что-то Происходит И мы Начинаем 22 Псалом Наизусть Господь Пасум Мой Я Пойду Далее Смерть Тебя Не Убоюсь И так Начинаем Как будто Ты Уже Знаешь Наизусть И мы Провозглашаем И на самом Деле Как будто Это Молитва Защиты Моген Авраам Защита Защита Авраама На Меня Я Буду Молиться Промаливаться Но Я скажу Так Что Мы Иногда Не Понимаем Этот Псалом Мы Не Понимаем Что На самом Деле Бог Не Говорит О Верности Своей Давиду На Основании Верности Давида К Нему Этот Псалом Говорит Что Бог Благ Тем Кто Его Любит Не Говорится О Верности Одного Или Другого Говорится О Благости Что Бог Благ То Есть Он Благоволит К нам Когда Мы Даже Этого Не Достойно Важно Нам Понимать Что Давид Начинает Сво Пороческое Прославление С того Что Господь Он Пастырь Мой И Заканчивает Именем Господа Пребуду В доме Его В Господнем Многие Дни Если Это Так То Чего Нам Бояться Если Мы Говорим Что 20 Псалом Это Такое Вот Защитное Оружие Чего Мы Боимся Будущего Чего Мы Боимся Ити На Следующий Этап Нашей Жизни А Чаще Всего Мы Делаем Шаг Назад И Говорим Моя Хата С края Став Говорити На Украинский Мов Я Ничего Не Знаю Не Трогайте В Одессе Да Мы Резко Становимся Теми Кто Работает На Привозе Что Нам Не Хватает В Нашей Вере Чтобы Быть Уверенным В Будущем Чего Мы Боимся Подумать Другим Людям Которые Читают Информацию Из Интернета И Им Становится Страшно Они Бегут Стоят В Очередях Чтобы Получить Свой Биотеметический Паспорт И Думает Как Сделать Шахер Махер Чтоб Уехать Перечитывая Этот Грандиозный Псалом Я Словился На Мы Мы Не Всегда Понимаем Его Мы Не Всегда Понимаем Правильность Намерений В Этом Псалме Весь Этот Псалом Божьего Благоволения Ко Мне И Он Непростой Набор Слов Связанных В Речь Особенно Мне Печатляет Последний Стих Последняя Строчка Так Благость И Милость Твоя Досопровождает Меня Во все Дни Жизни Моей И Я Пребуду В Доме Господнем Многие Дни Синодальный Перевод Сильно Сильно Дальний Знаете Когда читаю Вот эту Последнюю Фразу Я думаю Либо я что-то Еще не допонял Либо что-то Еще Не усмотрел В этих словах Мы часто Используем Эту последнюю Строчку Как Метод Манипуляции Богом Подумайте Вот я вам Делаю пример Один Если я Буду проводить Многие Часы Дни В Доме Божьем Заниматься Служением Различными Делами В Божьем Доме Тогда Господи Я это все Сделаю В общине Ты же Этого Хочешь Чтобы никто Не погиб Я не хочу Погибнуть Поэтому буду В Доме Господнем Многие Часы Проводить В служении Много Проводить И если Я это буду Делать Тогда У меня К тебе Есть Претензия Чтобы Благость И милость Сопровождали Меня Все дни Пока Я в церкви Или Нет Но Выходит Так Читайте Так Благость И милость Твоя Да Сопровождают Меня Претензия Пускай Вот это Дело Сопровождает Меня Когда Я буду В Доме Господнем А Если Ты Не В Доме Господнем Не Выходи Из этих Дверей Тебя Там Ждут Волки Не Ложись На Краю Да Придет Серенький Волчок Но Если Посмотрим Другими Словами Другими Взглядом На Эти Стихи Так Знаете Я Я вижу Этот Стих По Другому Если Я Поверил Тебе Господи Тогда Я Уже Поселился В Доме Твоем Навеки В котором Стены И покров Является Милость Твоя И доброта Аминь Когда Я Уверовал Я Уже В Доме Твоем В котором Окружают Меня Милость Твоя И благость Во все Дни Жизни Моей Если Мы Посмотрим Эти Стихи Не Как Условия А Как Обетование Обетование Божье В том Что Я Буду Верным Я Прочитаю На Современный Перевод И Еще На Украинском До Конца Моих Дней Доброта И Любовь Будут Вместе Со Мной Господи Поселюсь В твоем Доме Навеки Кто Из вас Живет Я Обращаюсь Может Тем Кто В интернете Сидит Вечно Это Ваш Дом Как будто В церкви Находится Вечно Вовеки Поселился Есть люди Которые Поселились В интернете Навеки В инстаграме В одноклассниках Одноклассники Уже Закрыли Так что Не сидите Думаю Первый Первый Выход Уже Пошел По причине Наверное Вот этого Состояния Что мы Имеем Сомнения В будущем Нас Тревожит Наша Старость Наша Неуверенность Нас Тревожит Обстоятельства Нам В этот Момент Нам Всегда Нужно Помнить Что Это Не Условие Бога Это Обетование Его Обетование Безопасности Из этого Стиха Я могу Сделать Три Таких Вступления Первая Причина Я не Должен Бояться Потому Что Бог Обещает Своё Благорасположение До Мной Вы Не Можете Не Можете Позволить Себе Роскость Переживать И Бояться Будущего Потому Что Сам Бог Дает Обещание Вам Делает Обетование Обещание То есть Нечто Особенное Расположение Говорит Что Я Буду Твоим Благоволением То есть Я буду Тебя Благословлять Бог Сотворивший Безмерное Количество Звезд Абсолютно Без Необъятной Вселенной Не Не Только Знает Каждую Частичку Этой Вселенной Он Знает Тебя По Имени Вы Не Думайте Что Вы Одинок В Этом мире Что Он Не Знает Что Со мной Происходит Он Знает Каждую Частичку Вашего Тела Насколько Она Болит Даже Среди Семи Миллиардов Людей На Земле Он В Совершенстве Знает Каждого Из Них В том Числе И Вы Мы Не Сто Можем Понять Величие Бога Мы Не Можем Его Осознать Мы Не Можем Пощупать Мы Не Можем Его Увидеть Но Его Любовь К Нам Она Явна И Мы Переживаем Псалом 138 Еще Нет Словно Языке Моем Ты Господи Уже Знаешь Его Совершенствие Он Знает Наши Мысли Каждого Из Нас По этой Причине Не Доверять Ему В будущем Я буду Говорить Это Грех Это Грех Не Доверять Богу Знаете Что он Еще Говорит Ибо Так Возлюбил Бог Мир Он Возлюбил Тебя Меня И Каждого В этом мире Каждого Независимо От Его Вероисповедания Он Возлюбил Свое Творение И Всех Остальных Он Так Возлюбил Мир Что Он Дал Своего Сына Енородного Доволь Всякий Верующий Него Не Погиб Но Имел Жизнь Вечную Псалом 144 20 Хранит Господь Всех Любящих Его Означает ли Это Что Когда Мы Верующие Божье Благоволение Божье Благословение Божье Расположение Должны Просто Кружить Меня Кружите Меня Кружите Я Христианин Еще Возьми Крест Свой И Давай Кружи Следуй За Мной Не Некоторые Умеют Золотой Серебряный Так На пол Груди Так Чтобы Было Видно Главное Чтобы Два Разбойника Не Было Видно Хранит Господь Любящих Его Если Бог Благ Боящимся Его То Тогда Почему Так Столько Несчастья Постигает Нас Вопрос Правда Хороший Как Понять Все Это Знаете Лично Я понимаю Это Очень Просто Бог Хочет Чтобы Я Вместе С вами Знали Что Не Всегда Доброе Будет Происходить С нами Но И Когда Злые Обстоятельства Окружат Нас Тогда Доброе Произойдет Из Злого Вы Слышите Нет Я понимаю Что Трудно Что Так Сказал Что Аж Уши Завяли Что Так Тяжело Слышно Когда Не Все Доброе Должно Нас Окружать Всегда Но Он Говорит Я Буду Это Делать И Когда Среди Злого Обстоятельства Происход Происход Вокруг Нас Бог Делает Из Злого Доброе И То Что Дьявол Враг Усмотрел На Зло И Нападение Бог Что Всегда Делает На Благо На 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 Увидеть Это И Знаете Что Более Того Что Даже Если В Скорби Либо В Каком Обстоятель Если Вы Даже Пережили Людей Которые Вас Делаете То Что Вы Верите Вишу Мессию Неемия Говорит Потому Что Они Не Встретили Сынов Израиля С хлебом И водой И Наняли Против Него Валама Чтобы Проклинать Его Но Бог Наш Обратил Проклятие В Благословение И То Что Кажется Обстоятель Злым Неприятным Пугающий Нас Впереди Бог Говорит Секунду Да Этот мир Нанял Все Все Зло Против Вас Да Обстоятель Так Сложились Что Жара Июнь И все Проходит И Клен Цветет И все Остальное Астма Или что Еще Происходит А вот Обстоятель Схуже Как задыхаешься Как будто Все Проклятия Высвободились От этого Ада Особенно Летние И ты Думаешь Что Делать А Бог Говорит Я Благословлю Тебя Я Благословлю Да В действительности Не все Что происходит С нами Происходит Для нашего Удовольствия Но Обещание Богом Благо Всегда Остается Для нас Явным Среди Всех Обстоятельств Он С ними Разберется Бог Разберется Будьте Уверены Что Бог Хочет Разобраться С нашими Обстоятельствами Если Бог Он Пастырь Наш Он Наш Пастыр Он Ваш Пастыр Адонарои Он Пастырь Мой И если Он Пастырь То Всегда Он Разберется С тем Кто Нас Обижает Из Злого Он Сделает Доброе И Спадшего Святого И Жнестожного Сделает Ценное Исайя Об этом Говорит 1 глава 18 стих Тогда Придите Если Он Пастыр Если Бог Пастырь Ваш Если Я Пастыр Тогда Приди Давайте Разберемся Тогда Придите И Рассудим Говорит Господь Если Будут Грехи Ваши Как Багряная Как Снег Убелю Если Будут Красны Как Пурпур Как Волну Убелю Он Если Я Ваш Пастырь Даже Ваш Загрешили Даже Если Что-то Произошло Придите Ко Мне Разберемся И Если Так Я Очищу Вас Если Любим Бога Тогда Различные Обстоятельства Проходят Должным Образом Мы Принимаем От Бога Победу Которая Уже Совершена Кого Нам Бояться Если С нами Бог Благость Его В том Что Мы Получаем Его Внимание Когда И Этого Внимания Мы Не Заслужили Мы Не Заслужили Многих Вещей Но Бог Благоволит То есть Он Благорасположен К нам В Этим В этом В этом Стихе Последнем Шестом И Благость И Милость Они Будут Сопровождать Меня Во все Дни Жизни Моей Другими Словами Он Смотрит На тебя С Благоволим То что Ты Не Заслужил Он Говорит Ты Не Заслужил Но Я Люблю Тебя Я Не Заслужил Дышать Воздухом Заслужил Ли Личный Лишний Удар Сердца После Инфаркта Заслужил Ли Я Получить Жизнь После Инфаркта Нет Но Говорит По Благости Благости Незаслуженно Ты Получаешь То что Я Хочу Тебе Дать И так Он Благ Второе Почему Нам Другая Причина Почему Нам Не Нужно Бояться Потому Что Бог В милосердии Своем Дает Нам Шанс В милосердии Своем Он Дает Нам Шанс И Прощает Наши Ошибки Это Противоположенные Благости Милосердие Противоположенные Благости Благость Это то Что мы Не заслужили Мы Получили А милость Это то Что мы Заслужили Но не Получили Интересно Правда Мы Заслужили Мы Заслужили С вами Извините Вечный Ад По делам Нашим Которые Мы Делали Еще Будучи Грешниками Но Он Будучи Благ К нам И Милосердный Он Милосердный То Что мы Заслужили Вечное Наказание Он Говорит Я Возлюбил Тебя Так Сильно Что Отдал Сына Своего Ты Не Заслужил Это Израиль Ты Не Заслужил Это Это Моя Привилегия Это Моя Милость К тебе Ко всему Миру Кто Из нас Заслужил Абсолютно Нам Знаете Иногда Хоть Мы Очень Благодарны Богу А каждый Из нас Много Делает Интересных Вещей Я Хочу Сказ Что На Свою Жизнь Знаете Я Заслужил Так Так Как И Многие Из Вас Наверное Будучи Верующими И так Далее И Когда За то Что Мы Понимаем Что Мы Совершили Думаем Боже Мой Ты Меня Помиловал Спасибо Кто Так Чувствовал Себя Почему Так Получается Что Когда Мы Делаем Злое И Вдруг Когда Мы Делаем Злое Мы Так Хотим Чтобы Была Милость День Милости Суббота День Милости Или Юбилейный Год Прощается Все Грехи Почему Когда Мы Делаем Злое Мы Ожидаем Что Нам Проявится Милосердие И Когда Мы Получаем Милосердие Мы Так Рады Что Мы Не Получили То Что Мы Заслужили Правда А Когда Делаем Добро Вот Мы Люди Хорошие Правда Когда Мы Служим Помогаем Что То Делаем Да И Когда Мы Говорим Вот Вот Это Время Когда Бог Наградит Меня Когда Он Вас Даст За Все Мои Дела Да И Тут По Милости Своей Он Не Делает Когда Нибудь Думали Об Этому Я Служил Я Делал 20 Прославление Я Домашнюю Группу Веду Евангелизирую Старикам Помогаю И Что Мне С Этого Радикулит Ну Суть Какая Разница Между Первым И Вторым Потому Что Первое Делали Зло И Слава Богу Мы Не Получили За то Что Мы Типа Заслужили А тут Тебе Добро И То Что Мы Заслужили Мы Ожидаем А Бог Не Дает Знаете Почему Потому Что То Что Мы Заслужили Иногда Тоже Нам Не Нужно Чтобы Не Гордились Чтобы Не Возговорились Что Мы Так Вот Мы Сделали Хорошо Мне Очень Нравится 102 Псалом Давида Я Почти Заканчиваю Что Я Разошелся Сегодня Я Называю 102 Псалом Давида Надо Переименовать Не Просто Псалом Давида А Псалом Милосердия Давайте Почитаем Вот Интересно Мне Благослови Душа Моя Господа И Вся Внутри Моя Святое Имя Его Вы Как Небудь Душа Своей Говорили Об этом Которая Голодная В Посту Нечего Кушать А Так Мороженое Хочется А Кто Благословял Бога Когда Сильно Кушать Хочется А Никто Не Дает Даже Воды Те Не Поднесли А Ты Так Хочешь Благослови Душа Моя Господа Вся Внутри Моя Святое Имя Его Благослови Душа Моя Господа Не Забывай Всех Благодеяний Его Избавляет Из Прощает Все Беззакония Твои Исцеляет Все Недуги Твои Это Псалом Именно Милосердие Я Заслужил Слава Богу Благослови Душа Моя Господа Господь Творит Правду И суд Всем Обиженным Он Показал Пути Своим Моисеем Суном Израилев Дела Свои Щедр И Милостив Господь Долготерпелив Им Много Милостив Не До конца Гневается Ни Нововек Негодует Не По Беззакониям Нашим Сотворил Нам Интересно Правда И не По Грехам Нашим Воздал Нам Ибо Как Высоко Небо Над землей Так Велика Милость Господа Боящимся Его Как Далек Восток От Запада Так Удалит Он От Нас Беззакония Наше Как Отец Милует Сынов Так Милует Господь Боящихся Его Я хочу Вам сказать Чего Бояться Будущего Третья Причина Почему Мне не стоит Бояться Будущего Я Вам скажу Потому что Меня ждет Его Слава Я не боюсь Будущего Потому что Меня ждет Его Слава Моя Личная Цель Честно Наверное Я такой Человек Который Вот По жизни Зачем Мне нужна Вера В Бога Вообще Мне Зачем Нужна Мне Вера В Ишу В Мессии Не просто Легкие Переживания Время Поклонения Прошла Как бы Такая Дрожь А Значит Все Дух Святой Пришел Абсолютно Нет Я четко Знаю Что Ишу Он Умер За меня За мои Грехи Для Одной Причины Одной Причине Чтобы Меня Взять Туда Где Он Моя Извите Меркетильная Цель В Ишу В Боге Чтобы Получить И наследовать Царство Вместе С Ним Меня Ждут Небеса Моя Моя Цель Это Небо Я прекрасно Понимаю Что я хочу Долго Жить Иногда Такая мыс Приходит Вот бы Пожить Так Еще Не хочется Умереть Вот так Вот по Плоти Хочется Как раз Сейчас В полтине Как раз Нормально И так 50 По 50 Вот еще Прожить Лет 300 500 Но Не стареть Имеется Ввиду Да А оставаться Молодым Вечно молодым Вот так Как в песне Поется И вот так Хочется Не хочется Умирать Наверное Старость И какие-то Обстоятельства Какие-то Неопределенности Пугают Нас Но Бог Дает Одну Вещь Говорит Я Буду Тебя ждать По ту сторону Царства Своего И его В доме Моем Пребудет Во все Свои Дни Не только Здесь На служении Там Хочется Хочется Жить Вопрос Как Где Задайте Вопрос Где Мне Хочется Жить Я не Говорю Канада Израиль Германия Польша По крайней Мере На всякий Случай Я говорю Где Вам Хочется Жить Где Хотите Провести Остаток Своей Жизни Которая Бесконечная Так Благость И милость Твоя Да Сопровождает Меня Во все Дни Жизни Моя И я Пребуду В доме Господнем Многие Дни Когда я Смотрел На это Место Писания Вдруг Меня Заинтересовало Какая-то Связка Интересная Благость И милость Понятно Они сейчас Мы разобрались Они сопровождают Меня Для чего Чтобы я Прибыл В доме Божьем Многие Дни И слово Буква И Это Соединяет Соединяющая Буква Прошлого Настоящая С Будущим Нам нужно Увидеть Это будущее И вот Это слово Которое Мы На иврите Читаем Здесь Понять его Это Явшап Означает Сидеть Садиться Такими словами Я сяду В доме Господнем На долгие Дни Но если вас Еще не выпустили Вы не сядете Жить Обитать Пребывать Селиться Селиться Это знаете С чем Связано Когда мы Применяем Силу Для Царства Небесного И Царство Небесное Что С усилием Берется Селиться Останавливаться Для Жилья Быть Населенным Усаживаться Заселять То есть В наглую Извините В такой момент У нас есть Хуцпа Еврейская Да Ибо мы Имеем Такую Хуцпу Что мы Начинаем Просить У Бога А мы Просим Вечности Желание Жить Изменять Свою Жизнь Позволять Жить Позволить Поселиться И последнее Мне Само Понравилось Которое Интересное Брать Замуж И не Только Не Еврейскую Жену А Чужеземную Женщину Брать Замуж Общину Из Разных Народов Взять Ее И Бог Говорит Я хочу Чтобы вы Там Были Где Я Поэтому Бог Дает Нам Понимание Вечной Жизни Мы Придем Туда В то Место Небес Которое Мы Не Понимаем Мы Даже Не Можем Все Представить Но В доме Где Каждый Мечтает Остаться Навсегда Каждый Человек В доме Где Нас С вами Ожидает Любящий Творец Где Нас Ожидает Мессия На Последний Седор Если Вы Забыли Что Он Не Выпил Последнюю Чашу Как Я Хочу Чтобы Эта Чаша Была Распита В царстве Он Там Будет Ждать На Пасху Там Ждут Нас Поколения Праведных Верующие Из всех Поколений И Времен И Всех Стран Это Вечный Дом Я Не Буду Зачитывать Все Места Писания Но Расскажу Так Что Мы С вами Не Можем Даже Представить Как Выглядят Небеса У нас Есть Некие Сходства Чистоты Золота Серебра Вечного Солнца Сияние Нет Сравнения Здесь На земле Ни с чем Что Можем Представить Как Выглядят Небеса Мы Не Можем Это Представить Но Мы Можем Пережить Потому Что Бога Никто Никогда Не Видел Хотя Некоторые Люди У нас Умудряются Пить По утрам Чашечку Кофе С ними Рассуждать Как Решить Проблемы Всемирной Глобализации Как Нагнуть Пастора Как Сказать Всем Остальным Они Что-то С ним Общаются А потом Говорят Всем Остальным Бога 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 Никто Никогда Не Видел Но Его Можно Пережить Его Можно Понять Но Как Написано Не Видел То Глаз Не Слышало Ухо Не Приходило То На Свет Человек Что Бог Приготовил Любящим Его Наверное Это Переживание Влечет Нас На Собрание Пережить Бога В поклонение В прославление Схватиться За надежду Которая Только В нем Сегодня Я хочу Вас Пригласить На Встречу С Богом В Надежде С Ним Есть Условия У Бога Ишуа Говорит Кто Мне Служит Мне Да Последует И Где Я Там И Слуга Мой Будет Кто Мне Служит Того Почтет Отец Мой Отче Ишуа Молится Которых Ты Дал Мне Хочу Чтобы Там Где Я Они Были Со Мной Да Видят Славу Мою Которую Ты Дал Мне Потому Что Возлюбил Меня Прежде Основания Мира Какого Спасителя Мы Имеем Которых Является Ходатаем За Нас Поэтому Мы Выходим Из Наших Ситуаций Проблем Потому Что Перед Нами И За Нами Есть Ходатай Которые Не По Нашей Воле Он Ходатует Перед Хорчегом Завета Перед Вечным Престолом Отче Отче Которых Ты Дал Мне Вопрос Соседу Толкни его В сторону И Говорит Ты Его Ты Веришь В Вишу Толкни его В доме Господнем Многие Дни Наша цель Другая У нас Есть Будущее Нам Не Стоит Бояться Завтрашнего Дня Который Неизвестен Мы Можем Поднять Гордые Наши Глаза К небесам Откуда Приходит Наша Помощь И Даже Если В ваших Обстоятельствах Вам Так Плохо Помните Слова Которые Здесь Написаны Это Не Набор Букв Сложенные В словах Слоги Предложения Это Божье Обетование Обещание Друзья Поверьте Его Обещание Обновите Вашу Уверенность Перешагните Ваши Страхи Завтрашнего Дня А для Тех Кто Первый Раз Встречается С такими Людьми Как Мы Дуже Странными Поющие Песни Может Постоянно Улыбающие Да А может Постоянно Кислые Не знаю Такими Странными Которых Никогда Нет Проблем Как Дела Ничего Ничего Хорошего Ничего Плохого Никто Не Завидует Не Дождетесь Набор Слов Еще Говорит Итак Всякого Кто Исповедует Меня Перед Людьми Того Я Исповедую Того Исповедую И Я Перед Отцом Моим Небесным Верим Ли Мы Знаем Ли Мы Его Кидаю Вам Вызов Познать Как Благ Господь Это Лето Благоприятное Каждому Из нас